Два дня назад один из этих учеников пришел ко мне. Два дня назад он с Бишкека приходит, я говорю, как дела? Он говорит, все плохо. Я говорю, а что плохо? Он говорит, вообще все плохо, наставник, вы не представляете. Я говорю, давай рассказывай. И он начнет мне рассказывать. Жена родила сына, и он рассказывает мне, что в этом году он фермерством занимается. Он говорит, что в этом году 50 чем-то Бишков увеличивал, фермерство же. А потом говорит, что новый офис открыл и так далее. Все плохо. Заходит ко мне с словами, все плохо. Полчаса убеждает меня, что у него очень плохо. Потом, когда я начинаю, у меня такой характер, когда я задаю вопрос, я говорю, рассказывай мне цифры, говори мне, пожалуйста, показателями. Потом я сам определяю, хорошо или плохо. И он начинает мне говорить, когда закончил через час, я ему сказал, послушай, почему бы тебе не быть благодарным? У тебя стадо растет, бизнес увеличивался, доходы увеличивался, команда, новый офис. А что ты недоволен-то? Жена родила тебе наследника, это тебе первый сын. Он говорит, да. А у тебя еще был ребенок, да? Нет, это первый ребенок. Я говорю, а что плохого тогда? Он говорит, что-то трудно. Вы внимательно обратите, да? Вот как мыслит обычный человек. На место того, чтобы видеть в своей жизни много возможностей хорошего, бить благодарным Всевышнему, бить благодарным то, что есть, наоборот мыслит. Странно, да? Наоборот мыслит. Люди свои проблемы любят показывать, как будто им очень много проблем. Людям нравятся свои маленькие проблемы надувать, потом от них создать в такой, значит, впечатление, как им так трудно. Потому что они любят, когда кто-то их жалеет. Я, да-да-да, людям нравится болеть, людям нравится жаловаться, людям нравится Акаса. Это подсознательное требование внимания к себе. Вот такое Акаса приходит. Дорогие мои, если такое мышление имеем, такое сознание имеем, миллионы не видят нам. Кто мне понял? Но миллион проблем будет точно. КОНЕЦ